Если для всех главное спасти как можно больше жизни, надо прекращать кровопролитие, надо прекращать вооруженные действия и правительству, и оппозиции. Часть нашей позиции это возвращение в Сирию наблюдателей Организации Объединенных Наций, увеличение их количества, чтобы они могли своими глазами видеть, кто и как выполняет требования о прекращении огня. И следующий шаг, конечно, это переговоры. Нам некоторые коллеги говорят, да, можно Женеву, Женевское Каменихе выполнить, но сначала Асад должен уйти. Значит, для них главнее не жизни сирийских граждан, а голова Башара Асада. И эту позицию мы никогда не поддержим. Потому что, по сути дела, нас призывают к тому, чтобы занять позицию о необходимости для Башара Асада уйти, а пока он этого не сделал, все средства хороши для того, чтобы продолжать вооруженную борьбу, включая террористические акты. Это, я думаю, для всех понятно, что ни один ответственный политик на это пойти не может. На этот счет мы получили достаточно серьезные заверения. Мы также оказали содействие в том, чтобы соответствующие заверения получили и наши американские коллеги, и европейские коллеги. И мы пока не видим какой-либо угрозы, а угроза может произрастать только в одном случае, если химическое оружие попадет в руки террористов, которые в Сирии сейчас себя очень неплохо чувствуют. Что касается состава управляющего переходного органа, о создании которого договорились в Женеве, то определять его не нам, не американцам и даже не арабам, а самим сирийцам. Мы завершили поставку по старым контрактам, которые никакого отношения не имеют к борьбе с демонстрациями, а имеют отношение к обеспечению обороноспособности Сирии. Прежде всего, в плане средств противовоздушной обороны. Еще раз хочу объяснить, что недопустимы, неприемлемы любые насильственные действия, любые нарушения международного гуманитарного права, которые совершаются как правительством, так и оппозицией. И те, кто вооружают оппозицию, они ей поставляют не оборонительные системы. Есть подтвердившаяся информация, что около 50 стингеров есть на территории Сирии в руках оппозиционных групп. Продолжение следует...